Долгое время я как-то не интересовалась наушниками, ходила с айфоновскими комплектными капельками и горя себе не знала. Но тут появились они, битстур. И я влюбилась в этот красный проводок-лапшичку, в красивый металлический корпус. Недели ожидания посылки с Амазона длились мучительно долго. И вот они у меня в руках. Вставляй их в уши! Ну, как-то они неплотно сидят, как-то торчат. Вот, включая музыку, что за... Звучат мне сильно лучше айфоновских, одни басы, постоянно вываливаются из ушей. Все это за 180 баксов? Так и лежат те туры где-то далеко в тумбе, и с тех пор я их так и не доставала. И зареклась покупать наушники без прослушивания, руководствуясь только внешним видом. И говорят, Наташа, есть недорогие наушники корейской компании Крейсин, целых три пары на обзор. Хочешь? Ну я и согласилась, чтобы вы, если что, не повторили мой печальный опыт. Как и Beats наушники, все три кресинчика выглядят действительно привлекательно. Хотя в случае с C560 можно сказать не как, а практически точь-в-точь. Внешность поразительно схожа с моделью Beats Mix R by David Guetta. Такой у нас под рукой не оказалось, зато оказались Beats Wireless. Ну, похоже и на них. Все тот же глянцевый пластик, мягкая внутренняя сторона оголовья, складная конструкция и красные проводки лапшички к чашечкам. А вот их крепление совершенно другое. Нет и поворотной конструкции. Справедливости ради сходства есть только у белой версии. Остальные цветовые вариации достаточно самобытны. Конструкция выглядит достаточно надежно и усиливает ощущение качества и вот эти вот металлические шайбы, на которых держатся чашечки. Но глянцевый пластик быстро потеряет товарный вид, поэтому в комплект и входит мягкий замшевый мешочек для переноски. Шнур с плоским сечением съемный. Это очень круто, учитывая, что основной поломкой всех наушников является поврежденный или переломанный шнур. Для удобства разъем для подключения расположен на каждой из чашечек. Есть интересная особенность. В один из свободных разъемов можно подключить еще одни наушники и, например, посмотреть соседам фильм в самолете. Но что делать, если вы захотели устроить бесшумную дискотеку? Можно купить нужное количество C560 и подключить в цепь. Благодаря невысокому сопротивлению и хорошей чувствительности даже смартфон может спокойно раскачать три пары с хорошей громкостью. Главное не запутаться в проводах. C560 это не только наушники, но и гарнитура. На проводе, кроме слайдер регулировки громкости, расположена кнопка паузы ответа на вызов. По дабл-клику можно переключить трек в случае с айфоном. И микрофон нормального качества. Сидят на голове хорошо, не давят, ну и не спадают даже при активном вращении головой. Подушечки мягкие, из очень приятного кожезаменителя. В общем, уши скорее вспотеют, чем заболят. Наушники закрытого типа. Шумоизоляция неплохая. Просто одев их, можно приглушить окружающий шум раза в 2-3. Да и даже на полной громкости домашние не будут просить вас делать потише. В метро на громкости выше половины окружающий губ практически полностью отсекается. Тестировали на айфон 6, который уже получил кучу позитивных отзывов за свой звуковой тракт. При прослушивании мп3 наушники выдали достаточно сбалансированный звук, без особых перекосов в басы, что прям сюрприз. Сейчас все производители предпочитают насытить звук прежде всего низкими частотами. Тут же их столько, сколько нужно, но без пищащих верхов. В целом звучат они приятно и сбалансировано, не детально, но ничего не раздражает. Это самое главное, учитывая их предназначение – прослушивание мп3 со смартфона. В прямом сравнении с моими 200-долларовыми битс, C560 одержали уверенную победу. Впрочем, битсы, кроме басов, ничего не воспроизводят, так что это было несложно. Единственное, в чем к кресину вступили, так это в стереопанораме, что несколько ухудшает восприятие музыки некоторых жанров и игр. За деньги, которые просит за эту модель, можно с легкостью нарваться на просто-таки ужасающий звук. А C560 – хороший, проверенный, как минимум, мной вариант. Следующая модель – C260H. И то, что она младшая, заметна не только по индексу, но и по внешнему виду, который намного проще, чем у предыдущей модели. Две крупные круглые пластиковые чашки на пластиковом же изголовье. К сожалению, без мягкой подкладки. Цветовых вариаций уйма – красный, бирюзовый, черный. И везде цветовым акцентом выступают амбушюры из приятного и мягкого кожзаменителя. Конструкция не складная, и оттого кажется даже более надежной, чем у C560H. Тут просто нечему ломаться. Кроме шнурка длиной 1,1 метр, который хоть и лапшичка, но несъемный. И в случае его перелома наушники придется заменить. Пультик с микрофоном и регулятором громкости полностью идентичен как внешне, так и функционально тому, что используется в старшей модели. Сидят 260-е даже плотнее, чем 560-е. Видимо, поэтому звукоизоляция тут лучше. До дискомфорта с учетом веса 130 граммов дело точно не доходит даже при длительной носке. Но вот уши и тут могут вспотеть. Впрочем, это особенность всех закрытых наушников. Сопротивление младшеньких чуть побольше – 35 Ом. Но так как чувствительность высокая, 100 дБ, уши все еще хорошо подходят и для маломощных источников. В плане звучания особой экономии не наблюдается. Сбалансированная частотная характеристика и без особого акцента на низкие частоты. Звучание лишь чуть проще, чем в 560-й модели. Наушники достаточно музыкальные и подходят для разных жанров, кроме, пожалуй, всякого там дабстепа. Простые, качественные, с симпатичным ярким дизайном для всех, с пультиком, с микрофоном, дешевле 20 уе. Можно тут вообще ошибиться? Последняя пара с индексом C740S. Это внутриканальные наушники по простому затычке. Хотя, учитывая габариты алюминиево-пластикового корпуса, они могли бы быть и накладными. Ну там, не знаю, для крота, например. Выглядят солидно и сильно дороже, чем стоят на самом деле. Размер тут не просто для того, чтобы было. Наушники выполнены по двухкамерной схеме, что должно положительно влиять на воспроизведение низких частот. Вторым важным фактором для того, чтобы услышать бас в подобных наушниках, является глубокая их инсталляция в ушном канале. Для чего в комплекте есть силиконовые накладки четырех разных размеров, уложенные в чехольчик для переноски и еще одни пенные. Их перед засовыванием в ухо нужно помять, а там внутри они расправятся. Мне этот тип насадок понравился больше всего. Впрочем, с любыми насадками наушники достаточно комфортно сидят в ухе и не вываливаются. Вес-то небольшой. Способствует надежной посадке и шнурок. Он тут не толстенная лапша, как в накладных моделях. Будь он таким, он бы своим весом выдергивал уши из ушей. Да, такая фраза возможна. А тоненькая, приплюснутая спагеттина. И гнется хорошо, и запутывается не так сильно, как обычный тонкий и круглый шнур. Пультик-микрофон тоже облегченный, без слайдера громкости, только с кнопкой паузы следующего трека. Перепутать левое и правое ухо не получится из-за изгиба звуковода. Держаться-то оно будет, но по ощущениям будет схоже со средневековой пыткой. Не колодец и маятник, ну шо-то типа того. Звукоизоляция даже с пенными накладками такая себе. Без музыки окружающий шум практически не приглушают. Возможно, сделано это намеренно, дабы на улице, выключив музыку, оставлять их в ушах. И не терять акустический контроль над окружающей ситуацией. Но уже где-то на 60% громкости можно всецело погрузиться в музыку даже в метро. А вот из вашей головы музыка не вырывается. Звучание очень напоминает две предыдущие модели. Все тот же не выпеченный бас и середина. Разве что высокие могли бы быть и повыше. Впрочем, MP3 именно эти частоты и подрезает. В общем, сбалансировано, но чуть более зажато. Зато и без эффекта ракушки, присущего недорогим накладным наушникам. Бас можно чуток подбавить с помощью эквалайзера, что, кстати, рекомендуется для всех кресинов. Но даже с такой подстройкой на максимальной громкости перегрузок не будет. Короче, играют лучше подавляющего большинства комплектных гарнитур. Ведь именно для замены этих жутких капелек и покупают подобные наушники. Компания Кресин, видимо, любит музыку. Они вроде еще в прошлом веке делали иглы для проигрывателей громпластинок. Поэтому и пытались создать максимально музыкально звучащие наушники. Конечно, в рамках сжатого бюджета получилось у них, как по мне, куда лучше, чем у многих более дорогих и раскрученных брендов. Для пробежек, поездок в транспорте, игр. Очень достойный вариант. А придя домой, можно подключить к своему ламповому усилителю наушники и окунуться в мир чистого и прекрасного посреди бушущего моря домашней суеты. Жены, жонглирующей котлетами, танцующей с пылесосом, детей с вечно невыученными уроками. Но это уже будет совершенно другая история и совершенно другие наушники. Может быть даже кресен, но леток через 10, когда поднаберутся опыта и что куда более важное в этой сфере статуса. А пока они малоизвестны и фактически демпингуют. Так что присмотритесь, послушайте. Хотя за такие деньги можно без особого риска для семейного бюджета довериться обзорам. Так что доверяй, но проверяй. А еще ставь лайк и жми подписку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok